ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Такая ли уж сладкая жизнь вне границ Красноярска? Как бы ты не старался решить что-то бесплатно, ты все равно идешь делать что-то за деньги. С какой реальностью сталкиваются экс-красноярцы на новом месте? Огромная проблема Чехии – это задолженность людей. 900 тысяч человек живут уже с угрозой стука экзекутора в дверь. И на что им приходится закрывать глаза ради новой жизни? Мы очень похожи, потому что они такие же бюрократы, безумные. У них так же все очень много. Таиланд для туристов и для местных два разных мира. Если отпуск красноярцы проводят в спокойном Лазурном море, то для поуехавших как минимум на три месяца Тай превращается в бурлящее месиво. Стихия топит канализации, дождь смывает дороги. Да, канализация, конечно, не справляется с этим всем. И, по сути, дороги заблокированы. Люди делают все возможное для того, чтобы сделать дороги хорошей канализацией. Там какой-то вонит отмотратительный, я не чувствую. Построить централизованную стоковую канализацию, как у нас, в Тае невозможно. Грунтовые воды все размывают. Год назад у берегов Таиланда обнаружили плавучий мусорный остров. Куча длиной в 10 километров стремительно двигалась в сторону курорта в Хуахин. По словам рыбаков и военных, пластик копился в прибрежных районах, пока его не смыло в море. Мусора в Таиланде много. И к нему либо привыкаешь, либо все время морщишь нос. А вот с влажным и жарким климатом мириться сложнее. Красноярцы спасаются кондерами. Они-то и съедают львиную долю денег за электроэнергию. Почти полторы тысячи рублей в месяц. Есть кондиционер. Если в Красноярске люди отапливают свои помещения, то мы их охлаждаем. А еще нет питьевой воды. Ее покупают. За 20 литров отдают 35 рублей. Дешево, но все равно лишние траты. Но самое дорогое в Таиланде – виза. Хочешь жить у моря – готовь минимум 35 тысяч рублей в год. Это на одного. Из минусов красноярцы также отмечают тайскую лень и халатность. Можно с человеком договориться, соответственно, на английском языке о чем-то. В итоге окажется, что все не так совсем. Человек сделает попросить о чем-то, он скажет «Окей», а на деле сделает по-своему. Тоска по родине – минус, причем жирный. Да, тайские поуехавшие внешне абсолютно довольны, но скучают. Ведь это не переезд в другой город, когда родственники могут заехать в гости на выходные. Приходится раз в год летать в Сибирь. Ну да, я вот не могу отдать ребенка бабушке, пойти заняться какими-то своими делами. Стас Ткач и Екатерина Борисова живут в Таиланде 10 лет. Ну, конечно, хотелось бы мне, чтобы у них была как-то теснее связь, поэтому мы часто общаемся по скайпу, созваниваемся. Вот нам даже передали двоюродные сестры подарочки через вас. Для Стаса, конечно, уже вот эта вот родина и стала, этот остров Самуэл. А я как бы мечусь вот между двумя местами. Переезд в Европу поначалу дело неблагодарное, жалуются экс-красноярцы. Под копленных на родине денег не хватает в Праге из-за тройного превосходства кроны над рублем. А найти работу на новом месте, да еще и без гражданства – большая удача. Работала очень много, а денег не было. Аня Кайвамага. Занимается видеосъемками в Праге. В первые полгода после переезда только 20% от снятого ею материала были полезными. Но были такие времена, когда у меня есть только вот эти пара евро, ну или 50 крон по-чешски. И все, это все, что у меня есть деньги. И мне нужно на это как-то кушать там неделю. Дорого и с жильем. 30 тысяч рублей за аренду однушки на окраине – это еще по-божески. Про покупку квартиры, если не олигарх, и речи нет. Цена за квадратный метр в спальных районах Праги – 70 тысяч крон. Это 200 тысяч рублей. В центре стоимость квадрата приближается к полумиллиону. Вот люди и берут ипотеки. Тем более ставка низкая – от 2 до 6%. Но это тоже не выход, уверены экскурсноярцы. Огромная проблема Чехии – это задолженность людей. Наталья Скакун купила с семьей квартиру в Праге 10 лет назад. Тогда жилье стоило в три раза дешевле. 900 тысяч человек живут уже с угрозой стука экзекутора в дверь. Коммунальные услуги в среднем забирают у среднестатистической чешской семьи пятую часть их доходов. Коммуналка обходится семье Натальи в 15 тысяч рублей. Это с учетом экономии, полного переоборудования квартиры и споров с ресурсниками. Кстати, о разговорах. Юля одна страдалась из-за языка, из-за его схожести с русским. На каждой автобусной остановке есть определенное расписание. У меня была забавная история. Например, есть дни рабочие. Там указано свое время. Есть отдельное время на субботу и есть отдельное время на воскресенье. Юлия Мавшевич. Меньше года живет в Чехии. Помогает приезжим студентам из СНГ. Ну так вот, по-чешски воскресенье это неделя. Да. И я первый месяц ездила по расписанию недели. Я все время не понимала. Ну мне рассказывали, что тут автобусы ходят по расписанию. Нифига не по расписанию оказалось, что это я немного ошиблась. Всем привет, я Сергей Чудинов. Я живу в Пекине почти пять лет. Я из Красноярска. Случаются дни, когда в Пекине все-таки грязно. И бывает все же смог. Ну не всегда здесь так уютно и красиво. Бывает, случается. Но мы все носим маски. Это тоже опять же такая культура. Они продаются здесь везде. Это нормально. Это не стыдно. Это ваше здоровье. Вы всегда должны об этом заботиться и помнить. Плюс у меня дома есть специальный очиститель воздуха. Главная беда города Сочи – пробки. Жалуются по уехавшие. Неважно, есть ли у тебя свой автомобиль или ты пользуешься общественным транспортом. Когда сюда съезжаются сотни тысяч человек, ты будешь стоять. Начиная там уже с конца мая, Сочи становится в одну большую пробку. Дмитрий Шевченко – экс-продюсер 12-го канала. Автор, редактор, ведущий программ «Далуй зомбоящик», «Мелочи жизни», «Злая собака» и других. Живет в Сочи четвертый год. Вот и просто элементарно. Вот и так проблемы с парковкой ввиду компактности того же центра. Припарковаться в принципе негде. И я понимаю, что люди едут куда-то отдыхать, а я в это время еду на работу и, естественно, опаздываюсь. И все-таки автомобиль в Сочи выручает. Пешком здесь не находишься. Это самый длинный город в стране. Сейчас в мае, в начале июня поменяются цены в кафе, ресторанах, магазинах. Они станут выше, потому что туристы. Вне сезона в Сочи разве что цены на медицинские услуги в частных поликлиниках. Здесь одинаково дорого лечиться и летом, и зимой. Так, за зубную пломбу под ключ отдадите 3, а то и 4 тысячи рублей. Только качество медицинских услуг от цены чаще не зависит, говорят по уехавшие. И не важно, что вы будете лечить – зубы, ноги или спину. Говорят, что в Сочи очень хорошо жить, если не учиться и не лечиться. Буквально на прошлой неделе знакомая женщина в возрасте скользнулась, упала. Перелом руки, серьезный, со смещением, делают несколько рентгенов плечо, делают операцию под наркозом, ставят титановую пластину. Значит, все, на второй, на третий день боль не утихает, а только все хуже становится. Начинают смотреть опять и смотрят, что чуть ниже перелома не пропустили. Ну, вот просто это все, что вам нужно знать о сочинской медицине. Притом, что клиника отличная, построенная к Олимпиаде с офигенным ремонтом. Как бы ты ни старался решить что-то бесплатно, ты все равно идешь делать что-то за деньги. Очевидный принцип для всех мегаполисов – хочешь жить в большом городе – плати. Но если не вкладывать космические суммы в здоровье, то во всех смыслах больно. Я столкнулась с тем, ну, банально, у меня там был вросший ноготь на ноге. Анна Игнатенко считает, что получить медпомощь в Красноярске легче, чем в Питере. На большом пальце. Все, я обошла все. В итоге я на скорой приехала в больницу гнойной хирургии. Мне сказали, мы вас оперировать не будем, потому что у вас нога не отваливается. Все нормально, можете так ходить. А я уже ходить не могу. Я говорю, я к вам приезжала в субботу, вы мне сказали приезжать в понедельник бесплатно прооперирование. Говорит, нет, только платы. Таких медпроблем у Анны в Красноярске не было. А болячки, жалуются, еще и усугубляются влажным климатом культурной столицы. Закаленная девушка родилась на севере, 10 лет жила в Сибири, но дежурить с градусником начала только здесь. Заживает здесь все очень долго. Тот же порез на руке, все это долго тянется. То есть если раньше я с теми же соплями с горлом могла справиться за один день, то здесь у меня уходит как минимум неделя. И в ход идут прям все суперсредства. У Александра с акклиматизацией и здоровьем порядок. Привык. Уже 6 лет в Питере. Но обо всех городских проблемах знает не понаслышке. Работает журналистом. Здесь точно так же, как в Красноярске пытались запустить, точнее запускают, это все еще процесс, видимо, очень длительный, систему платных парковок, которая, собственно говоря, тоже буксует. Я, правда, тоже, опять же, по разговорам только знаю, что она забуксовала в Красноярске. Александр Рыгалов. Не водит. Любит общественный транспорт в Питере. Здесь точно так же. Здесь какую-то часть центра, в общем-то, уже покрыли сетью платных парковок, но почему-то они не работают. С парковками проблемы и во дворах. Там не то, что машину поставить, детям поиграть негде. На огромную 25-этажку приходится одна площадка с двумя качелями. А еще город живет под вечно цинковым куполом. Местные шутят, что видят солнце, как зарплату. Один-два раза в месяц. Но переехавшие уверены, пусть лучше небо будет серым из-за климата. Хочешь жить, умей вертеться. Это как нельзя, кстати, про Москву. Маша сняла двухкомнатную. Выкладывает в месяц по 50 тысяч. И это еще дешево. Квартиру мы нашли, мне кажется, максимально оптимальный вариант. Крутой. Ну, из всех возможных. Александр Смол в Москве тоже живет на съемной квартире. Вообще в столице приезжим быстро жилье не купить. Цена на студию 27 квадратов примерно 4 миллиона рублей. Но по уехавшего раздражает вовсе не это. Заведение общепит здесь дорогое. Я очень скучал в этом плане по Красноярску. Александр Смол в Красноярске был ведущим утренней программы. Теперь запускает телепроект на федеральном канале. Потому что у нас, мне кажется, в этом плане гораздо лучше. Потому что где-то в центре, куда бы ты ни зашел поесть, ты всегда получишь хорошую еду. В Москве в этом плане из-за того, что, наверное, заведений очень много, ты не всегда получишь то, что хочешь. А еще Александр стал в Москве пешеходом, хотя перегнал сюда свою иномарку. Просто с парковками в столице отдельная беда. Они платные даже в спальных районах. Но с этим экс-красноярец смирился быстро. В столице удобный общественный транспорт. Не чета красноярскому. Особенно после транспортной реформы, когда в сибирском миллионнике практически в раз отменили 10 маршрутов. Но даже с таким козырем в рукаве столица уступает родному городу. Сейчас мы находимся в очень большом городе, где 20-30 миллионов человек живет. И ты вот представь, что-то здесь изменить. Ты захочешь заменить что-нибудь в этом городе, тебе придется делать какие-то невероятные вещи, чтобы изменить хотя бы сознание людей в том, что ты хочешь изменить. А Красноярск, из-за того, что он довольно небольшой, мы все друг друга знаем. Ты знаешь каждого гада, который сделал плохой ремонт в Красноярске. Каждого гада ты можешь знать в лицо. Ну или человека, кого угодно. Здесь ты, понятно, этого не видишь. И мне кажется, у нас есть большой плюс в нашем городе, в Красноярске, то, что мы можем локально все очень быстро менять, если этого сами захотим. Переезжая в другую страну, получая лучшую экологию, лучшие продукты, большие зарплаты, безопасность, ощущение себя как человека, а не как раба государства, при этом теряешь в социальном статусе очень сильно. Живешь, когда здесь, у тебя есть круг общения, ты чувствуешь, что ты людям нужен, ты людям интересен. Ты понимаешь, что ты переедешь, например, в какой-то благополучный очень город, в тот же Лихтенштейн или в тот же Монако, с огромным количеством денег. Тебя ни разу в жизни, вот все, до конца твоей жизни ни один местный житель тебя не позовет ни в кино, ни в спортзал, ни прогуляться никуда. Смотрите в следующей серии. Можно ли уехать из Красноярска, не уезжая из Красноярска? По-разному назвать, можно назвать большой тур, можно назвать просто бомж. Как умудряются красноярцы жить сразу на несколько городов и стран? Это как такая некая восьмерка. Я – Космополит. Специальная серия про красноярских жителей мира. Но наша жизнь – это ведь не магазины и не улицы. Мы же люди, мы же как? Мы же социальные животные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...